В российской государственной детской библиотеке, оказывается, не только книги читают, и не только дети. 23 февраля 2014 года там состоялся второй фестиваль военных настольных игр Hot Day. Особое внимание на нем было уделено серьезным военным играм, как правило, с миниатюрами. Мир Хобби провел свою традиционную игротеку, в очередной раз уделив самое пристальное внимание игре World of Tanks, которая в скором времени обзаведется первым дополнением. Не обошлось на военном фестивале и без войн звездных. На Hot Day состоялся полноценный масштабный турнир по Star Wars X-Wing. Помимо игры мастер-классов, в особой зоне можно было прослушать несколько докладов, с которыми выступили представители компаний и специальные гости конвента. Звезда на поприще военных настольных игр чувствовала себя поистине, как рыба в воде. Добрый день, меня зовут Басыров Денис. Я приветствую вас от имени компании «Звезда» на фестивале Hot Day. Мы уже второй раз проводим этот фестиваль. В этом году мы собрали еще больше участников, больше наших друзей и партнеров, которые покажут вам свои военно-исторические игры, красивые миниатюры и, конечно, обучат правилам. Мы всегда рады всем, кто разделяет с нами это хобби. В этом году мы представляем прототип игры «Непобедимая Армада». Все участники могут пройти, увидеть красивые миниатюры кораблей и сыграть в игру, узнать правила первыми до выхода официальной игры. На фестивале Hot Day мы впервые представляем игру «Битва за Москву». Начинаются ее официальные продажи, и все желающие могут сыграть в эту игру, оценить ее новые правила и оценить преимущества именно этого издания. Специально для «Битвы за Москву» мы сделали третью редакцию правил, сменили дизайн как самого буклета, так и игровых карточек, и возлагаем большие надежды на продолжение этой линейки. Большое место на конвенте было отведено под сборный зал проекта «Миниатюрс.ру». Привет, друзья! С вами Родион Махаев, шеф-редактор портала «Миниатюрс.ру». И все мы присутствуем на великолепном фестивале Hot Day, организованном фирмой «Звезда» при нашей помощи и при нашем участии. Для многих игры с солдатиками считаются таким достаточно сложным хобби, отнимающим все силы, все время, все деньги, то есть хобби, которое поглощает человека с концами. Очень хочется показать, что не только хардкорные игры присутствуют в нашем хобби, есть игры, которые имеют очень низкий порог вхождения, есть игры, в которых не нужно практически ничего готовить, есть игры, которые находятся прямо на стыке варгейма и настольных игр. А, здесь у нас, я так понимаю, специальный стол с лотереей от «Миниатюрс.ру», да, на котором можно выиграть особую уникальную фигурку гнома с символикой сегодняшнего мероприятия, символикой Hot Day. Испытаем удачу, попробуем! «Миниатюрс.ру» представляет на этом мероприятии достаточно интересные проекты. В первую очередь хочется отметить обучающую группу «Flames of War» — это варгейм, раскрывающий нам период Второй мировой войны, исторический варгейм с танчиками, с пехотой. Дополнительным плюсом выступает то, что фирма «Звезда» выпускает технику в масштабе, совпадающем с этой достаточно дорогостоящей игрой. Поэтому можно несложными усилиями приобщиться к огромному сообществу игроков в «Flames of War». За соседним столом происходит баталия по наполеонов той эпохи. Наполеон, гусары, керасиры, кушки по правилам артов маневр. Правила, созданные талантливым гендизайнером Алексеем Калининым и фактически не только, но всем сообществом московских любителей исторического варгейма. Размер миниатюр 15 мм. Позволяет разыграть очень большие сражения, очень интересные. Также на этом мероприятии мы установили витрины, в которые поставили не только привычные вам коллекции, но постарались принести и миниатюры из личных коллекций наших участников. Там вы можете найти совершенно раритетные вещи, красиво оформленные, покрашенные, достаточно большое многообразие хобби, получить представление, какие вообще бывают миниатюры, масштабы, игры, тематики. Все, что существует в клубе практически, все это представлено на наших витринах. За одним из столов происходит сражение по игровой системе «Вармашина». Система, набирающая у нас популярность, очень интересная. Скирмеш, варгейм. Система очень турнирная, спортивная, поэтому если вы хотите углубиться в спорт, попробуйте, очень рекомендую. Достаточно толковые бои не только пехоты, но там паровые джеки, это стимпанк. Очень интересная тема. Две точки обучения покрасу. Первая точка – это наш редактор Андрей Литвиненко обучает всех красить танчики в масштабе 1-100, что соответствует 15 мм. Очень интересный экскурс, в принципе, в покрасе, ориентированный на начинающих. Другой стол с покрасом организован для демонстрации чуть более серьезных техник на миниатюрах 28 мм. Тоже очень интересно, очень рекомендуем ознакомиться. На мероприятие мы также пригласили ребят, увлекающиеся игрой в микро-вархаммер фэнтези, так называемый вармастер. Достаточно старая игра, но ее прелесть в том, что ее механика до сих пор актуальна. Она классична, она при том, при всем турнирна. И несмотря на то, что сам производитель уже отклонился от нее, тем не менее, сама механика и сама игра очень талантливые и имеют серьезный круг своих поклонников. На нашем мероприятии присутствует небезызвестный Тим Керби со своим проектом «Свержение мутантов». У Тима Керби мне тоже удалось взять интервью. Меня зовут Тим Керби. Я американец, кто приехал жить в Россию навсегда, как сказать. И я работаю на радио «Маяк» и телеканал «Рождей». Но, с другой стороны, я тоже очень люблю настольные игры всю жизнь. Я хочу делать большую настольную военную российскую игру. Называется «Свержение мутантов. Битва за Россию». И прямо сейчас, в этом моменте остается несколько дней до конца нашей кампании на «Бумстартере», где вы можете заранее даже купить эту игру, которая называется «Свержение мутантов». Сейчас в России номер один – это «Вархаммер». «Вархаммер» – это хорошая игра. Но есть минусы. Есть очень много бюрократов, что очень много баллов рассчитают. И многим людям приятно создавать войска несколько часов или с какого-то... Мне нет. Я не хочу использовать компьютерную программу просто, чтобы создавать войска для игры. Нет. Вот эта игра более быстрая. Создание войска не самое главное. Это часть игры, но быстро. Самое главное – это то, что происходит на поле боя. Здесь наше поле боя. Есть клеточки, но тут же есть зоны. Это большие зоны. Вот это моя зона. И это делает, чтобы не нужны вообще никаких линейок. Линейка не нужна. Что это значит? Все, что в моей зоне и в соседних зонах – это близкая дистанция. Но если бы он стоял вот здесь, то это его зона, соседняя зона. Теперь это уже дальняя дистанция. Поэтому дистанция сразу видно. Если он стреляет на вот это, кто без прикрытия, нужны 11 или выше. Если он стреляет на это вот в двери, он почти все виден, но чуть-чуть есть прикрытие – 13+. А если он стреляет на это, кто здесь – это 15+. И, конечно, у меня три действия. Я прятался, я ничего не вижу. Я могу первое действие – ходить. Раз, два, три. Второе действие – стрелять на него. Я кидал 13. Это выше, чем 11. 20 я попал, убил я – убил все. И за третье действие я мог бы стрелять на него, или, может быть, прячется обратно. Кто знает. Я не знаю, когда вы увидите это, но в ближайшие дни, пока мы это снимаем, что мы еще на Бумстарте есть, вы можете купить или просто поддерживать эту игру, если вы хотите. Даже если у вас мало денег, можно просто купить книгу правил, если вы только хотите почитать немножко. И в целом, я рад, что вы играете в настольные игры. Я думаю, что в России будущие здесь будут настольные игры, потому что хватит сидеть в трусах и жрет чипсы одни дома. Надо общаться с людьми. Даже здесь я вижу, что хотя здесь большинство мужчин, здесь даже есть девушки. И немало. Вот видите, как лучше? Давайте сюда к нам и играть в реальность. Ну и в завершении Hot Day состоялось, наконец-то, подведение итогов нашего конкурса «Вооружись к празднику». Завершая свое выступление, хочу сказать следующее. Приходите в наш Hot Day. Обязательно найдете что-то удобное для вас, что-то нужное, что-то интересное для вас. И по вашему времени, и по вашему карману, и по вашему интересу. Для компании «Звезда» фестиваль Hot Day является особенным фестивалем. В следующем году мы пронируем его развить, расширить, пригласить новых партнеров, сделать его еще интереснее. При этом мы не потеряем его специфичность. Это отдушина для варгеймера. Это праздник наш, это праздник варгеймерский. И давайте вот эту традицию поддерживать и в дальнейшем. До встречи в новых выпусках блога и на Hot Day в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok